хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя грамм алексей александрович год рождения 78 год рождения откуда сами роза родом с россии с нижним округом семья есть дочь сколько лет 21 год уже взрослым как вообще попали на войну решил пойти смотрел по новостям шоу показать что творится вот решил съездить по контракту да когда подписали контракт сентября когда 20 сентября я смотрю возможно потух да вы сидевший зоны пошли воевать а что смотрите ну то есть если мы говорим то говорим так как это происходило не то что там по телеку посмотрели вы и там пошли до ничего помиловал меня обещали помиловать считай помиловали а кто приезжал я не знаю в масках у них масках люди представить минобороны минобороны да это гражданские были то есть они были в масках с вами разговаривали да зачем такая конспирология мы не знаю что принято что предложили мне помилуют и все а за что сидели на лист сколько уже сидели 10 планет оставалось четыре с половиной четыре с половиной что за убийство были что за история если я была по пьянке я увидел один решил девчонку изнасиловать мне не дал просто не беру это один срок в жизни за убийство да а еще были строки были за что за кражи мелкие и сколько сидели за кражи суммарно боже слоус у меня уходит с этим сроком 20 лет вместе то есть пол жизни на я понимаю деньги предложили на контакте конечно сколько 100 тысяч месяц воевать сколько нужно было полгода где зашли в украину и когда это понимаю но у какой населенный пункт финале попали а плен попал и под белогоровкой то что там воевали по целедаром там они воевали в окопах сидели а в каких структурах воевали по целедаром я понимаю это но в каких структурах воевали лнр днр минобороны российской федерации лнр так называемый лнр да а деньги как получали наличные наличные даже все привозили как все то есть те кто воевал те кто был представителем обороны и шли в лнр то воевали то кешем деньги получали да а когда в плен зале 27 до 7 декабря обстоятельства в окопе сидел число в силу и забрала да да я понял вы сказали новостей посмотрели да это не только там менять судимость да вот чтобы обвинять там чтобы иметь помилование вас какие-то еще идеологические мотивы были это понимаю полгода хотелось домой побыстрее вернуться уже гаданите дочь хотелось видеть дочь не имел 12 лет то есть это чисто шкурный интерес был это чисто шкурный интерес был да ты можешь так сказать что согласилась поехать сюда смотреть как это творится шкурный интерес это чтобы выйти побыстрее да да и посмотреть правду новостях говорить я никогда новостям не верил и поэтому решил своими глазами это видеть что правда все показывает как она есть или не правда вот еще поехали съесть поглядеть что но новости врут и не врут так что новости врут какой-то есть какой-то процент есть правды а какой-то процент уже ну лучше там вот какие-то бандерцы фашисты их за три месяца там ни разу их не вижу какое образование один класс девять классов только да вообще специальности нет ну хорошо а как вы себе представляли бандеровцев до захода в украину вот просто но опишите мне бандеровцы мы никогда не видел руку а почему вы решили что они здесь есть кто такие вообще бандеровцы бандеровцы это как фашисты сорок первого да или как бандеры они появились уже после сорок пятого бандеры появились после сорок пять ну вы сказали что они как немцы что это значит еще без разницы кого убивать без разницы кого убивать да смотрите а вот даже бандеры бандеры они же в украине правда но я не знаю откуда они в украине или нет или откуда их нервы не видел только по слухам бандер немцы я видел по фильмам бандер вообще не видели как он выглядит хорошо но вот бандеры как немцы вот бандеры те которые как немцы они же в украине правильно ну типа как по новостям гальшу дашь манитабу да а какое дело россии на бандер в украине у меня вопрос 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 а где есть даже не могу сказать вот какое дело россии в том числе и вам до бандер в украине у меня послали касается что лнр что они стали как бы российской федерации и не поставим поставить на оборону что у меня воевать не буду пустянях упаковым пограничником посмотрите вот ну вот вы сами представляете какой из меня воин я пол жизни отсидел ползина сделано для кузне воин нужно добровольно не сказать что он пойдешь окопы копать будет окопы копать сидеть в окопе смотрите я немного жестко сейчас скажу да ну вот вы говорите какой из меня воин вот я вижу перед собой рецидивиста ну потому что это рецидивист я не отрицаю это нечего отрицать то есть человек который пол жизни просидел это рецидивист который добровольно согласился пойти на войну чтобы убивать моих соотечественников ну вы понимаете вот как ну а это так выглядит логически я не согласился идти убивать это две разных вещи что я пошел убивать бывали не пошло это однозначно я бы отказался это раз а во-вторых раз мне сказали что я пойду на втором плане что моих не будет что этом в атаку идти куда-то а дело было копать относить продукт питания людям которые будут убивать помогать до людям которые будут воевать убивать это оно и тоже а почему мы так боимся вот этих слов симоним воевать это убивать а даже логически вопрос сколько людей в колонии было вы уже на строгом сидели сколько там человек несколько сотен поменьше а сколько согласилась вот тоже там обменять войну на помилование это корректный вопрос некорректный я не знаю сколько не знаете сколько а у вас статус какой мужик на зоне работные тоже ехали я не могу сказать других я воевали только белого руки до солидар были под солидаром под солидаром что солидаром я понимаю солидар видели не говорят города нет ну не знаю нас это мы выехали 20 24 декабря нас поменяли туда заехали вагнеров а мы уехали а то есть ротация вас поменяли на вагнеров да я понял места хотите что сказать украинцы конечно хочу сказать что я для всех россиян хочу попросить прощения что который что мы какие-то там есть такие пакеты которые починили боль но тоже же как сказать страна не без уродов и не все там такие святые что там крещать а кто-то может еще чего-то делать я хочу за них извинить перед украинцами перед всеми россиян что-то хотите сказать то хочу сказать что это не нашла она не надо было вообще сюда ехать и воевать украинцы правильно делаю что защищается ну каждый конечно даже взять если на нас бы напали как в 41 наши напали тоже вы защищали своим еще также и украинцы защищать своем тоже вас хочу спросить вот говорят вот за что умерли там сейчас статистику всегда смотрю более 130 тысяч до более 130 тысяч российских солдат здесь то что они умерли не за что а почему это понимание приходит у всех когда люди сюда приезжают они там кто виноват в этом почему я я понял сказал понял это когда меня уже привезли как понял привезли меня увидел что творится какие прилетки что война не как вот как в фильмах показывают а совсем другая бомбы летают только уже война не как фильмы с автоматами бегают а чисто артерией воюет это страшно конечно вы понимаете что это вообще удача что мы говорим сейчас конечно я значит такое страшно я сам раненый был курение осколочный от арты да вот предприлет тоже был осколочный зацепил самый страшно вот этим бомбы которые летают как остановить то чтобы закинешь ли суда или это нереально как остановить заказ чтобы не шли много зайков сюда идет украину они все равно было меня на помилование выяснить конечно будут идти потому что касается человеку нет шанс чистый лист но нет ну кто-то не почему кто-то не пойдет но уже понимаете не ценой жизни и другого народа понятно тот не пойдет но большинство пойдет почему не большинство мы вот пошли нас всего было пошли пять человек и вы же понимаете вам оставалось 7 лет правда в отсидке а вы могли бы просто прийти в пакете к дочери и не отсидел был свысок даже участвовать когда меня есть поменять мне предложат обратный день я откажусь я лучше еще на срок поеду лучше еще один срок отсижу больше я туда не вернуть нормально потому что я понимаю что это не нашла эти игры по политику а с этой войны страдают просто люди украинцы украинцы и солдаты которых пошел за хлеб моего я ли отправил воевать смотрите вы же понимаете я вот свеча вот улганский вот он говорит я спрашиваю как пошел в магазин подъехал от меня луганск посадили в вопрос призыв инкомат и все иди варить он же вот вам например это кому-то набрал он не ему мне зачем мне рассказал как а вы просто а потом поехал посадили вещая родину в луганску то же вы украинцы которые защищают свою родину луганцы луганчане от россиян и там уголь чай тоже они тоже украинцы они же не хотят идти воевать а как с украинской стороны они добровольно идут воевать 8 новых не ну так вы мне рассказываете что кого-то забирают да вот типа хотите ударить на жалость да вот все которые здесь сидят эти лнр днр они все рассказывают что у нас всех схватили забрали а здесь вы говорите нет они воюют так я не могу понять и забирают не такие бедненькие или они воюют они воюют за россию они за свои земли воюют что значит за свою землю откуда с вами родом нижний новгород сидели где нижний новгород да ладно а может там если люди будут хотят создать какую-то уральскую республику вы согласны чтобы она отошла а что значит мое я просто не понимаю ну есть есть к ну то есть есть украинцы есть россияне они воюют за свою землю вот как все переделить на удельное княжество вот у вас но да а с огородом правильно да у нас был дом с огородом у нас был крым и донбасс вот но зашел сосед по соседу соседу мы совсем тоже у вас огород вместе вы решили у нас не у нас не было говорит но вы решили есть когда есть сосед то есть четко в украине что например это его земля это земля соседа правильно есть паркан между этим вот да правильно между странами была граница 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 это паркан между соседями правильно ну и через эту границу начала надходить помощь так называемый лнр или донор это оружие люди добровольцы и так далее что они могли бы вот это все провернуть в 14 году без без россии мы ездили в 14 я знаю что 20 21 днр попросили помощи у россии и присоединились к россии и что они не присоединились к россии там был референдум уже когда шла война и так далее ну нужно значит по россии нет ну выбор то ли сами сделали что какой выбор вы вообще вот смотрите извините но мне трудно разговаривать с человеком у которого образование 10 9 класса ну извините вы знаете как вообще голосуется референдум не знаете но вы со мной так дискутируете правильно вот передо мной сидит человек который пол жизни просидел извините меня 20 лет он и политик геополитик так вы геополитик вы мне рассказываете лнр днр референдумы и так далее это геополитика ну то есть вы вы хотите дискутировать о вещах которые вы не понимаете скорее всего не ну вот вы знаете как референдум можно сделать украине нет не знаете знаете что произошло в четырнадцатом году украине нет зато вы слушаете людей придя сюда то есть этот долг длинная история крым зачем забрала россия знаете это не знаете а крым чей был украинский правильно он остается украинским до юра и де-факто для всего мира то есть вы не понимаете эти все вещей но хотите как бы дискутировать понимаете о чем я говорю но это от новостях федеральные каналы российские правильно это пропаганда почему вы верите российскому телевидению у меня вопрос потому что вы другого не видели другого я не видел альтернативы нету то а если нету альтернатива может это неправда понимаете дискуссии рождается истина пойми и поехали чтобы узнать правда или неправда ну узнались но так что правда или неправда неправда то что говорят осмотрите вот у меня вопрос да вот вы говорите что вы как бы прозрели это все неправда ну вот дальше дискутируете а так называемых альбинари днр Почему? Вы говорите, что это все Лабуда, с одной стороны, а с другой стороны, вы готовите дальше дискуссию о Ланар-Деонар. Это как-то для меня непонимание. Ну, я имею в виду Лабуда про фашистов и бандеровцев, что это Лабуда. Кто такие бандеровцы? Да я не знаю. Я и приехал посмотреть, узнать, кто такие. Я бандеровец? Да нет. Я вас спрашиваю. Ну, а я себя считаю... Ну, я бандеровец. Ну, я родился в регионе, где родился Стопан Бандера. Знаете, кто такой Стопан Бандера? Ну, я всегда видел кого-то. Видели Стопана Бандера, да? Буду я бандеровец. У меня татуха должна быть? Не факт. Ну, то есть я не похож на бандеровца. Татуха может любой сделать. Да. Ну, у меня вопрос. Так как должен выглядеть бандеровец, если вы бандеровца не узнали? Ну, это же логический вопрос. Да. Ну, хоть опишите его, как его представляли федеральные каналы. Как? Просто говорили, что... Как? Говорили, что... Бандеровцы... Ну... Такого... Как вы говорите? Пропаганда вот эта. Это все пропаганда? Можно так сказать. Это пропаганда, конечно. Тут нет никаких бандеровцев и фашистов. Это, конечно, пропаганда. И как говорят, что украинцы запрещали на русском языке, но пришли разговаривать тоже. Это... Вот это я точно убедился, что и... Будь то, что носки привезли, там охрана тоже на русском разговаривали. То есть проблем с русским языком нет в Украине? Все нормально? Все нормально. Но там в Лабуду это толкают в России, правильно? Да. Черть? Ну, хоть черть. Обалуюсь.